Нужно делить. Вопрос в другом. Насколько все-таки Гройсману удалось стать лидером этого правительства, насколько он его контролирует? Потому что Яценюку, в принципе, все указывали на то, что правительство не слушалось его лично. У Гройсмана тоже не подконтрольное ему правительство. Он его точно так же не... Это не его люди, да, ему не удалось по квотному принципу провести в это правительство своих людей. Он особо ничего не менял, он старался сдерживать баланс сил и старается его сдерживать. То есть никаких там хирургических мер, чего-то, знаете, больно наступить кому-то на горло не удается. Показать, как управлять государством, как он анонсировал за эти полгода тоже не удалось. Самыми проблемными министерствами, по мнению, допустим, слова и дела, это такая организация, которая отслеживает обещания наших политиков, и можно проследить вот просто действительно, что они обещали и что они делают. Так вот как раз приблизительно 50% выполняется. Так вот самыми проблемными являются Министерство оригинального развития ЖКХ, энергетики, как раз Министерство финансов и аграрный сектор. Потому что в этих там проблем, их невооруженным взглядом видно. Потому что нам не нужно выполнять свои обязательства. Мы хотя бы делали бы вот ту дорожную карту, которая так всегда анонсируется. Коалиционное соглашение очень долго оставалось непонятным, да, то есть что договорить, кто входит в коалицию, да какие депутаты являются членами этой коалиции. Поэтому я соглашусь тут как раз с капленным в том плане, что это все время чисто ситуативно. А лучшая оценка это действительно, когда люди выходят на улицы, когда появляются тарифные сопротивления, когда выходят там профсоюзы и все остальные. Это лучшая оценка, потому что если люди на улицах, их не устраивают действия правительства.